Галина Вишневская И об этом говорит не только любовь поклонников, но и многочисленные награды и премии. У нее не было покровителей. Все, чего достигла певица в своей жизни, далось ей кропотливым трудом и неимоверным талантом, которым она смогла правильно распорядиться. Галина Вишневская Вишневской стала она после первого замужества 25 октября 1926 года в Ленинграде в семье Павла и Зинаиды Ивановых. С самого рождения девочка не чувствовала ни любви, ни заботы родителей. Вскоре они развелись. Мама умчалась в освоясь и с очередным кавалером, просив малышку на воспитание своей матери. Отец тоже не проявлял к ребенку никакого внимания. Все заботы о маленькой Гале легли на плечи бабушки Дарьи. Галина никогда не считала своих родителей близкими людьми. Перед самым началом войны отец был репрессирован, а маму девочка увидела только после 13 лет разлуки. Можно только догадываться, что чувствовала Галина, когда мама ее даже не узнала. Детство и юность будущей величайшей певицы прошли в Кронштадте, где ее и застала война. В феврале 1942 года умерла любимая бабушка. Она не выдержала тягот в блокадном Ленинграде. Так, 16-летняя Галя осталась одна-одинешенька. Возможно, она тоже не пережила бы весь этот ужас, если бы ее не подобрали женщины, разыскивающие живых в руинах жилых домов. Иванову зачислили в войска ПВО, где она трудилась наравне со взрослыми, а по вечерам училась, очень любила петь. Благодаря своему замечательному голосу Галина участвовала во всех концертных программах, которые организовывали для защитников города. Местом проведения концертов служили госпитали, корабли, землянки. Через год Иванова уже трудилась в Выборгском доме культуры, куда ее взяли помощником осветителя. К концу войны в Выборге снова открыли музыкальную школу, и Галина стала одной из первых ее учениц. После того, как блокада Ленинграда была снята, девушка попала в Ленинградский театр оперетты. Вначале ее просто приняли певицей, но когда талантливая артистка смогла заменить заболевшую ведущую певицу, ее перевели в солистки. На тот момент она уже успела сменить фамилию, так как в 1944 выскочила замуж за моряка Георгия Вишневского. Семейные отношения продлились всего два месяца, и после них Галине осталась благозвучная сценическая фамилия Вишневская, которую она и не собиралась менять. Первые существенные перемены в биографии певицы начались в 1952 году. Она случайно узнала, что Большой театр организовывает конкурс молодых исполнителей. Вишневская решилась принять в нем участие, несмотря на то, что не имела профессионального образования. Конкурс открыл для нее дверь в мир Большого театра. Вишневскую приняли стажером. Сотрудничество с Большим театром началось с исполнения Галины одной из центральных партий оперы Фиделио. О ее талантле многодовенно заговорили искушенные зрители. У нее появились первые поклонники. Прошло совсем немного времени, и Галина стала примой этого театра. Теперь она пела практически все главные партии репертуара Большого театра. Аида, Евгений Онегин, Каменный гость, Война и мир. В 50-60-х годах прошлого века карьера певицы развивалась стремительными темпами. Она побывала с гастролями в Штатах. Ей аплодировали Милан и Лондон, где ее выступления прошли в самых престижных концертных залах Ласкала и Ковингарден. Кинематографическая биография звезды началась в 1966-м, когда ей предложили сыграть роль главной героини в фильме-опере Катерина Измайлова. Музыку к нему написал Дмитрий Шостакович. Вишневская всегда понимала, что ей нужно высшее образование, поэтому в 1966-м экстерном окончила Московскую консерваторию. Невозможно было даже представить, что стремительный рост карьеры прервется в конце 60-х. Мало того, она катастрофически пошла на убыль. А все из-за того, что Вишневская и ее супруг Мстислав Ростропович проявили инакомыслие, выступили в защиту писателя Александра Солженицына, которого исключили из союза писателей СССР. Гастроли Вишневской были немедленно отменены. У нее не стало возможности выпускать новые пластинки. Ее имя полностью исчезло со страниц печатных изданий. Галина начала уговаривать мужа уезжать за границу, где они продолжали оставаться звездами первой величины. Мстислав уехал первым в начале весны 1974 года. Галина забрала детей и отправилась вслед за мужем, хотя всем говорила, что это всего лишь длительная командировка. Вначале супруги поселились во Франции, потом переехали в США, затем сменили штаты на Чопорную Англию. После того, как у семейства появилось собственное жилье в столице Франции, у них отобрали гражданство СССР. За границей Галина продолжила концертную деятельность. Ее принимали лучшие сцены всего мира. Последней точкой в творческой биографии певицы стало выступление в Гранд-опера Парижа. Больше на сцену Вишневская не выходила. Она вела преподавательскую деятельность, занималась постановкой спектаклей и написанием автобиографических книг. Одну из них она назвала «Галина» и выпустила ее в Вашингтоне. Из этого издания читатели узнали правду обо всех прелестях жизни в советской России. В феврале 1990 года супруги вернулись на родину. Месяцем ранее им вернули все, что отняли, включая и гражданство России. Однако они не стали его принимать. Вишневская тогда сказала, что ни она, ни ее муж в свое время не отказывались от гражданства. Вот и сейчас не обращались с просьбой о его возвращении. В 1993-м Галину Вишневскую приняли на службу в театр имени Чехова. Она была задействована в нескольких постановках, где исполнена главные роли. В 2002-м возглавила Московский центр оперного пения, который сама же и создала. Ее дочь Ольга потом говорила, что этот центр мечтает всей жизни Вишневской. Галина проводила на службе все дни, за исключением выходных. Помимо этого, певица находила время на проведение авторских мастер-классов, на которые невозможно было купить билет. Они раскупались мгновенно. Сотрудничество с кинематографом продолжилось в 2007-м, когда Вишневской предложили сыграть роль главной героини в картине режиссера Александра Сокурова «Александра». Семейная жизнь супружеской пары сложилась очень счастливо. Они прожили вместе 52 года до самой смерти Ростроповича в 2007-м году. Супруги никогда не ссорились. Они стали поддержкой и опорой друг к другу, особенно, когда пришлось противостоять внешним трудностям. Так сложились обстоятельства, что они должны были отправиться на чужбину, много лет жить в эмиграции, пока не появилась возможность вернуться домой. В своем последнем интервью Галина Вишневская сказала, что если бы у нее был второй шанс прожить свою жизнь, она оставила бы все как есть, ничего не меняла бы ни в личной жизни, ни в профессии. Галина Вишневская умерла 11 декабря 2012 года. Ее сильно подкосила смерть мужа в 2007-м, и певица сумела пережить любимого всего на 5 лет. Доктора назвали ее уход естественным угасанием. Галине было уже 86 лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова